Музыка 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 Всем добрый день Я очень рад выступать Попробуйте, пожалуйста Поближе Не слышно? Отлично Я буду рассказывать про Безопасность технологии Как Linux containers План моего доп Humulated Музыка Сначала я расскажу немного о себе Как я Ретually связан с контейнерами Потом расскажу про технологии Которые мы можем использовать Для того, чтобы обеспечивать безопасность контейнеров И потом Я рассмотрел несколько задачек когда процессу доволось либо повысить свои привлечения в контейнере, либо вообще из него вылезть. Я сейчас работаю в Минске в компании под названием «Экторос». Мы занимаемся Cloud Foundry — это Platform as a Service решение для частных дата-центров, для частных и для публики. По сути, мы используем контейнеры для того, чтобы запускать в них приложение. Выдаёте в платформе код, она автоматизирует весь жизненный цикл приложения, включая его стейджинг, запуск, скалирование и затейдинг. Прежде всего я закончу из тех, до утра. Итак, какие основные у нас есть возможности для ограничения контейнера? По сути, контейнер — это просто процесс бинукса, который ограничен в неймспейсах, ограничен в используемых ресурсах, и кроме этого к нему могут быть применены security policy. Понятно, что так как это просто процесс бинукса, вот эти технологии могут быть применены и некогда нерезонтно в процессе. Что такое namespaces? Смысл в том, что у вас есть структуры данных какие-то, которые ранее были system-line. Потом вы можете их применять к одному процессу. Например, раньше у нас на одной машине мог быть только один хостейд. Теперь с помощью namespaces вы можете создавать свой хостейд на каждый контейнер. То же самое с сетью, видами процессов, видами и маунтами. Я, например, рассматриваю deadname spaces. Он был введен в ядро линукса еще в 2008 году. Как он получается? Он получается, когда вы планируете вызывать систему функцию clone с таким параметром, как clone . Здесь примеры структуры из ядра. где вы видите значение пида. У вас это один int. После того, как у вас появились пид namespaces, была сделана структура ugin, куда вынесено значение. Появилась структура, в каких namespaces этот пид присутствует. И из оригинальной структуры пид у вас был вынесен список этих пидов. То есть процессом может быть разные пиды в разных namespaces. Сейчас я покажу небольшую программу, которая как раз это и иллюстрирует. Она состоит, собственно говоря, из child stack и функции, которая просто печатает пид процесса. В функции main мы называем функцию clone с clone new bit и дальше просим ее напечатать бит ребенка. Запускаем от рута и видим, что у нас один и тот же процесс есть с пидом 13.175 и пит 1. То есть в контейнере он находится первым и без родителей. Первая технология namespaces, по сути, позволяет вам копировать структуру данных на базе процесса. Дальше как вы можете ограничивать ресурсы, которые используют этот процесс? Я перечислил основные. Это процессор, input, output, memory и сеть. Но их гораздо больше. То есть опять же, как это происходит? Я буду использовать библиотеку Lipsy Group для того, чтобы выполнять команды. В принципе, можно работать просто с вызванием Lipsy бедра. Здесь мы ограничиваем input, output процессом. То есть я вывел содержимое каталога cgroups. Там есть такой файлик blk.throttle.rip.dps.devices. Я говорю, что для девайса 8.0 у нас ограничение в 2 мм в секунду. Дальше мы пишем cgroups files, в котором указываем то, что для любого пользователя, который запускает процесс KDPARM, ограничение по KDPARM идет. Мы применяем для сабсистемы Balkeo. Balkeo — это сабсистема cgroups. Круппу LimitView. В принципе, вы можете это все делать без докера, без контейнеров, добавляя в стандартные System.DVS сервисы cgroup.demon.balkeo.limitView. И что, собственно говоря, получается. Мы запускаем процесс KDPARM на девайсе sda. И если не активирована cgroup, он показывает скорость 443 мегабайта в секунду. Если мы включаем cgroups, ограничение в 2, то есть то, что мы прописали. Соответственно, вы можете использовать cgroups для того, чтобы разделять ресурсы одного большого сервера между многими контейнерами пользователей, при этом ни один из них не будет обижен. Переходим к третьей теме, достаточно интересной — это security policies. То есть что вы можете делать, чтобы контейнер у вас был более защищен? То есть, во-первых, вы можете записать с помощью vcr.com, каким вызовом ядра он имеет право обращаться. С помощью vcr.linux вы можете ограничить действия этого контейнера на более точном уровне, чем позволяет система dark привилегий Linux. И кроме того, вы можете дробовать эти capabilities у процесса. То есть давать ему не рута, а часть рута. Сейчас расскажу немного подробнее. Идея за системой Linux capabilities состоит в том, что вы разбиваете рута на какие-то маленькие части. То есть у вас получается не большой супер-юзер, а, например, юзер, который может получать RAW-доступ в сеть, но не может, например, создавать mount. И вы можете давать процессу эти capabilities. Процесс может их дробовать, процесс может их передавать. Причем вы можете гарантировать, что есть некий набор capabilities, за которые процесс никогда не выйдет. То есть у меня есть такой пример с ping-программой. То есть ping, если мы на нее посмотрим, у нее есть suite-бит программа. То есть она выполняется справами рута. Зачем это им нужно? Давайте попробуем его скопировать от обычного юзера к себе в домашний каталог и пропинговать какой-нибудь хост. Ping скажет, что он не может открыть сокет. Если мы, допустим, его через сюда, то опять же все работает. Попробуем такую программу setcap, которая установит kpp.it.netro для программы ping у обычного пользователя. И сейчас мы видим, что ping работает. То есть он смог открыть сокет. И мы видим, какие capabilities сейчас есть у этой программы. То есть она не полностью root, она только умеет писать в сети. А теперь я перейду к тому, как процесс может вылезти из контейнера или эскалировать свои привилегии в контейнере. То есть для примера я расскажу про этот баг в launchpad. Он был найден в LX. То есть что происходило? Если пользователь запускал контейнер и в контейнере получал root каким-то способом, или контейнер был запущен от root, то пользователь мог изменять в контейнере любой файл, потому что он там root. И он мог, например, модифицировать файл suta-i, который имеет sweetgit. Этот файл помэпился на хвост в папку var, lib, lx, name, root.fs и так далее. И непривилегированный пользователь на этом хосте мог запустить этот файл. И запустил бы он его с привилегиями root. Соответственно, потенциальный сценарий атаки был следующий. Пользователь в контейнере с помощью root изменяет суток для того, чтобы он, например, не проводил каких проверок. Дальше, как непривилегированный пользователь на хосте, он исполняет этот файл и получает root доступ. У этого бага есть два prerequisites, то есть должен быть root в контейнере и должен быть непривилегированный доступ к хостовой машине. Особенность безопасности контейнера в том, что есть очень много каких-то маленьких пререквизитов, которые, складываясь вместе, приводят к тому, что непривилегированный пользователь получает доступ к данным, которым он не должен был иметь доступ, либо он получает привилегий, которым не должен был получить. Но по отдельности это все равно непривод к получению root или доступ к данным. Какое решение было предложено? Как QuickFix было предложено запретить доступ к varlib.ldc на запись. То есть достаточно хороший подход, когда вы не можете что-то писать в контейнере. Он запускается, и потом только работа с тем, что есть. На примере Cloud Foundry, с которой я работаю, контейнеры не имеют persistent storage. То есть предполагается, что все данные, которые он обрабатывает сейчас, они могут быть потеряны при падении инстанса. А то, что нужно сохранить, инстанс пишет в persistent-сервис, например, mali.dp или kassan. Соответственно, что еще можно посоветовать? Когда вы запускаете токер-контейнер, дропаете setwit и setwit биты, для того, чтобы пользователь не мог выполнять такие бинарники. Есть практика того, чтобы монтировать файловые системы с битом no suite, то есть у вас таких файлов не будет. Или вы можете просто избавиться от всех этих файлов, найдя и убрав их suite. Следующий вариант относится к мэппингу юзера. Представим, что у нас на хосте есть два контейнера, которые запущены под пользователем 100. и как бы этот пользователь в контейнере. Получается, если не используется юзер-неймспейсис, это один и тот же пользователь на хосте, хотя контейнеры совершенно разные, и они, возможно, даже не знают о том, что на контейнере запущен процесс с такими же уидами. Поэтому было придумано то, что используется юзер-неймспейсис. У вас пользователь в каждом контейнере, я считаю, что он тысячный пользователь, но на самом деле один из них выполняется под пользователем 12.437, а второй под пользователем 13.337. И они, по сути, на хосте не пересекаются. То есть пользователь не может перетечься из одного контейнера в другой. Самое интересное то, что таким же образом вы можете поступить с рутом, и пользователь 0 в контейнере будет непригадированным пользователем на хосте. Достаточно интересный эксплойт, который относится к тому, что иногда вам нужно запускать контейнеры в привилегированном режиме, то есть под рутом. Он относится к докеру версии 0.11. И на самом деле он предоставляет доступ к любому файлу на вашем хосте для контейнера. То есть было все достаточно хорошо сделано. У вас были разведены PID и сетевые aim-спейсы, были ограничены capabilities, то есть он выполнялся не полностью под рутом, были дропнутые части capabilities, маунты были сделаны read-only, но у нас были вот эти возможности dc-overwrite и dc-read-search, которые позволяли открывать файл по handle. dc-overwrite в корне всегда был двойкой и остается. Соответственно, был сделан exploit, вот по этому адресу можно посмотреть его полный код, который получал handle второго и нода, дальше перебирал handle, пока не находил нужный фарм, ну и дальше он читал из него данные. То есть мог посмотреть вашу vtc-shadow или еще что-нибудь еще. лоб афикшена версии, там, следующей, двенадцатой версии докер-контейнера. Соответственно, какие можно дать рекомендации по привилегированным контейнерам? То есть если вы все-таки захотели запускать контейнер по Druton, туда можно пускать только доверенный код. На непривилегированный контейнер есть практика того, что вы запускаете просто какой-то арбитральный код. Например, сайты вроде Hackerang допускают решение тестов в контейнерах для того, чтобы проверить. Ну и предполагается, что человек все что угодно может ввести в код этого решения. Есть еще такая практика того, что если у вас есть группа примерно одинаковых по доверенности контейнеров, то вы можете их разместить на одной машине. То есть как это выглядит? Вы делаете VM, у вас, например, production environment бежит на одном сете VM, а development environment бежит на другом. И если у вас вдруг оказывается то, что в development версии что-то пошло не так, и процесс вышел из контейнера, то у вас скомпрометирована одна машинка. И вы точно знаете, что на ней нет никаких продакшен нагрузок. Здесь вам могут еще пригодиться политики Selinux или AppArmor. То есть даже когда вы получаете рута, вы получаете немного ограниченного рута. То есть вы можете обращаться к определенного типа файла, вы можете переходить из одного домена на другой, но в соответствии с логификами Selinux. Ну и, конечно, дропать capabilities. Решение по фиксу в докере 0.12 было как раз в том, чтобы дропнуть лишний capabilities. Вариант, когда особой защиты не придумаешь, это баки в ядре. То есть когда у вас ядро позволяет выполнить какой-то системный запрос и получить привилегии. И этот баг, он отличает… И вот этот кейс, я считаю, что он основной при различии VM-ах и виртуальных машин, и контейнеров. Потому что когда вы запускаете виртуальную машину, вы запускаете всегда несколько ядер. То есть у вас каждая машина имеет свое ядро. А когда вы запускаете контейнеры, то у вас несколько контейнеров находится на одном ядре. И если это ядро вам позволяет сделать что-то, что вы считаете не секьюрным, то процессы из контейнера выберется. Вот я здесь привел пример с системным вызовом VM-сплайс. То есть суть в том, что он позволял вам получить root. Если вы можете вызвать VM-сплайс, то вы получаете root на хосте. Ну и, соответственно, хост имеет доступ ко всем контейнерам. Они не зашифрованы. Соответственно, здесь вы можете сделать только то, чтобы использовать security политики. То есть ограничить, что может сделать пользователь этого процесса, когда он получит привилегии. И вы можете использовать разные ядра. То есть делать много виртуальных машин для безопасности. И последний совет по безопасности контейнеров, который сейчас становится актуальным. Это подписывание образов контейнеров. Когда мы делаем Docker Pool, мы скачиваем контейнер, мы его запускаем, но по сути у нас получается, что кто-то создал этот имидж, и мы его запустили на своем сервере. Нам важно понимать, кто сделал этот имидж и доверяем ли мы ему. Нам нужно взять SPA-подпись и проверить. А в Rocket это сделано с самого начала. Вы загружаете в Rocket подписи доверенных девелоперов. И только контейнеры от этих девелоперов могут запускаться на этом касте. Какое заключение можно сделать? То есть контейнеры достаточно быстрые. Они легкие по объему оверхеда. И они идеальны, если у вас есть код, которому вы доверяете, и вы хотите его запускать в шаре машинки. В принципе, вы можете запускать непроверенные приложения в непривилигированном моде, но при этом вы должны следовать неким гайдлайнам, которые я описал раньше. И крайне не рекомендуется запускать недоверенные приложения в привилигированном моде. То есть нужно стараться как-то перейти во второй или первый случай. Например, давать непривилигированный мод, а если приложение хочет использовать какой-то ваш девайс, то есть возможность для непривилигированного контейнера передать ему девайс и не давать ему на всех привилиг. И опять же старайтесь ограничить его с помощью C-Linux, построить еще одну стену рядом с ним, и drop-it-tapabilities, то есть чтобы он выполнялся с минимальным набором привилегий, которые ему нужны для работы. У меня все, и я готов ответить на вопросы. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, есть ли... Не слышно. Вопрос такой, есть ли утилита, либо она планируется для разработки, чтобы проверить, там приментирована ли наша машина наш контейнер, либо нет по тем правилам, которые мы области. Вопрос заключается в том, что можно ли проверить, была ли скомпрометирована машина. Ответ такой, вы можете это проверить по audit log. То есть если машина скомпрометирована, то, скорее всего, вы будете наблюдать активность, которую не планируете там увидеть. Это SSH-сессии, это какие-то подключения, это копирование данных. То есть если у вас сидит уткид в ядре, и он себя никак не проявляет, то вы его не увидите. Есть еще такой момент, что в Linux, если система скомпрометирована, и в ядро поставлен уткид, он может переписывать системные функции. То есть вы больше не можете доверять ядру для того, чтобы проверять, что-то изменилось или нет. То есть теоретически вы можете написать такой rootkit, который замаскирует себя от проверяющей системы. Поэтому ответ такой, что вы можете проверить скомпрометированность системы или нет по audit log активности. Соответственно, важно их хранить, и важно ограничивать доступ к ним системы, чтобы rootkit не мог их изменить. И если вы обнаружили, что система скомпрометирована, то можно деплоить новый и восстанавливать данные с backup. То есть утилита, как я понял, еще раз. Ну вот, ты можешь ответить неправильно задать вопрос. Можно ли проверить, что привилегии, которые мы поставили на контейнер, и исполнять какой-то код, допустим контейнер, код может получить больше привилегий, чем мы ему дали. И можно ли это сделать автоматически? И все равно нужно трогать. Сама машина проверяет, что он активно засняет каждый день. Ну, можно, например, сделать, чтобы контейнер пролдался, если у вас примаунченный сует приложений. Ну, если вы запускаете контейнер в привилегированном моде, то вы это указываете в командной строке, то есть непонятно, на что здесь ругаться. и сами это указали. То есть я, может быть, добавлю, что если вы установили какие-то привилегии, то ситуация, когда три контейнера не нарушена, обозначает, что у вас игру с правильником. Это, скорее всего. Ну, если надо. Ничего опасного. У меня два маленьких вопроса. Вы сейчас рассказывали, как бы, вся лекция про недостатки, да, и как с ними бороться. А преимущество по сравнению с обычным контейнером классическим? То есть для чего вообще он будет привилег? Ну, из кольца какая-то бояка для чего? Или принципиальное преимущество по сравнению с обычным бояком? Вопрос про преимущество контейнеров по сравнению с виртуальными машинами. Вопрос по ответу. Преимущество, в первую очередь, в скорости. Контейнеры, они гораздо больше всего. В скорости запуска контейнера. Запуск. И оверхеддер. То есть, когда у вас есть внемка, у вас есть отдельный уровень. Это костевая операционная система. Ну, не принципиально. Ну, как? Ну, она занимает, хотя бы, там, 200 мегабайт памяти. Вам ее нужно патчить. В ней отдельное ядро. Запускается. Ну, запускается достаточно долго. Кто-то сейчас недостатком, кто-то двигался. Короче, комментарий. А если у вас 200 виртуальных машин, и каждая со своей операционной системой с небольшим агрофедом, контейнеры становятся привлекательнее? Ну, по цифрам, Кулак назвал такую цифру, что он запускает 2 миллиарда контейнеров в неделю. То есть, если бы он запускал это виртуальными машинками, то, опять же, на таком масштабе становится различимым время запуска контейнеров, то есть время запуска процесса в Linux, и время загрузки гипервизора и системы. Плюс, различие как раз в памяти на 2 миллиардах, оно очень значимое. Вопросы, пожалуйста. Вопрос был до изоляции контейнеров. Было указано, что можно ограничить I.O. в мегабайтах между контейнерами. А можно сделать это в операциях в секунду? Потому что часто лимит не в строках, не в... как сказать... Сколько это вы мегабайт записываете, а сколько вы I.O. в секунду вы охватите? Ага. Вопрос, можно ли ограничивать input-output в операциях в секунду? Я сейчас не могу дать на него ответ. Вот есть документ с секрупами, в нем прописаны все секрупы и все возможные параметры. И кроме того, мы можем посмотреть после лекции, собственно говоря, в секрупс, в блк.io папке, мы можем увидеть опять же все эти параметры, которые мы можем ограничить. Коротко ответ, да, трофинг по I.O. там точно в этой же папке лежит отдельный параметры. То есть на самом деле контроллер по LK.io позволяет все это делать? На read, на write. В какой момент происходит ограничение? В момент, когда страница фашится на устройство или в момент, когда она еще в петчках записывается? Не могу ответить. То есть, например, по циклу могу сказать, у вас есть период, когда инкортятся C-группы, и у вас есть возможность указывать время, которое этот процесс может занимать в течение периода. Например, период 1 секунда может занимать 0-2 секунды. Соответственно, раз в секунду он проверяет, что... То есть, как происходит? Если процесс занимает больше, чем 0-2 секунды, он дальше осторожится, 1 секунда проходит, у него снова возникает window на 0-2 секунды. И он их может использовать в следующую секунду. Сможет ли он переиспользовать неиспользуемые... Недоиспользовать переиспользуемые... Недоиспользованные циклы сгорают. Понятно. А еще, пожалуйста, вопросы. Что ж, вопросов больше нет? Маленький вопрос. Так называемые неприволегированные контейнеры, которые запускаются от обычного пользования, сейчас новое, ну как новое явление, сейчас они появляются уже во всех плачевских дистрибутивах, они как-то обезопасивают контейнеры? Само по себе вот это вот решение. Да, конечно. Батчейру лучше всего запускать приложения в неприволегированных контейнерах или доверенные приложения. Ну, по сути, если у вас есть suite-bit на файле, который запущен даже в неприволегированном контейнере, то пользователь может получить рута внутри этого контейнера и стать приволегированным. Кроме того, проблема с сисполами заключается в том, что если пользователь в неприволегированном контейнере может выполнить этот сиспол, то ничто ему не мешает использовать этот ключ. Но вообще в этих контейнерах, запущенных, от обычного пользования даже рут мапится на другой уид в системе просто, да? Ну, по умолчанию. Это зависит от имплементации и от версии. Доки обработают или астерная имплементация. Ну да, Linux поддерживает mapping user naming spaces, когда у вас рут лекист контейнера мапится на обычного пользователя системы. Спасибо. Я думаю, на этом все. У нас есть небольшой перерыв. Давайте еще раз поблагодарим. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»